Добрый вечер, друзья. Начинаем сегодня наш вебинар, посвященный психологии космического человека. Я бы хотел сегодня затронуть три темы, как мне думается, очень важные. Это сама психология космического человека, потом сопоставление характеристик земного и космического человека, 32 пути развития, и третья – космическая психология человека в новом мире. Вот такие три темы. Темы большие, непростые, не знаю, впишусь я, не впишусь, но, в общем, надо об этом говорить. Ребят, попрошу, чтобы они выставили, у нас есть «Психология космического человека» статья, как краткое описание, если кто-то читал, кто-то не читал, должен вам сообщить, что человек прошел определенный эволюционный процесс в течение длительного времени, несколько тысяч лет, и в нем складывались различные виды психологии. И они, как бы, как слоями отразились в нашем мозге, в нашем бессознательном. И вы должны знать, что внутри каждого из нас первая психология существует – это психология первобытного общинного строя. Как это понять? Ну, в народе, в различной литературе есть такое понятие «без царя в голове». То есть каждый человек должен иметь некого вожака, лидера, стаи. И вот если сейчас, не дай бог, в ближайшее время, как предполагается, возникнут социальные проблемы большие, крупные, возможно, будут города отключаться от электричества, от газа, отопления и так далее, это будет трагедия. В общем, все ведется к тому, чтобы сейчас за 10 лет сократить огромную человеческую массу. Потому что с созданием искусственного интеллекта эта масса, в общем, уже не нужна. Я об этом много говорил еще в былые времена, раньше, о золотом миллиарде и так далее. Все это, как вы сами видите, под руководством коронавируса и прочих других проблем, будут создаваться огромные социальные психозы. Люди хотят сверху вниз довести до такого состояния, чтобы люди убивали сами себя. Сосед будет убивать соседа и так далее. И тогда придется вспомнить про первобытную общину и психологию. Только определенные сообщества, имея вожака, будут объединяться. Это построена вообще мафиозная структура. Мафия, правда, упор делает на финансы, но не так важно. То есть там построено тоже, как в виде стаи, где находится вожак и так далее. То есть вот эта первобытная община, психология находится в каждом человеке. Вы должны разобраться в этом, понять. Повторяю еще раз, что если у вас нет вожака в стае, как бы царя в голове, то вы не можете определиться в роли в этой стае потенциальной, и такой человек, конечно, погибнет. Он будет несовместим, это психиодиночки и так далее. Но я хочу подчеркнуть еще раз. Эта психология внутри вас существует. Другое дело, что вы знаете, не знаете, это уже дело ваше, но это очень важная функция психофизиологическая в организме человека. И в каких-то сложных ситуациях, в первую очередь, она срабатывает, эта психология. Следующая психология – феодального строя психология. Что означает феодальный строй? Я немножко ошибся. Не феодальный строй, а второй пункт – это рабологическая психология. Психология раба. Значит, это рабологическая психология. Имеет очень большую цену. В каком плане? Ну, вы знаете, сейчас модно говорить о человеческом капитале, интеллектуальном капитале, креативном капитале. Раньше каждый человек стоил деньги, каждый предмет и так далее. У нас сейчас в социуме, к великому сожалению, значит, рабологическая психология как бы отсутствует. Люди, вот спрашиваю я, особенно наших российских граждан, спрашиваю, сколько ты стоишь? А ничего я не стою. Или я бесценный. Ну, ценник потерял по пьяни и так далее. Нет, дорогие мои, все имеет цену. И сейчас вот, особенно в Китае, вы знаете, ведя тотальный контроль за людьми, ведут их в классификацию. Сейчас идет масштабный контроль и классификация людей, чтобы знать, кого в мешок, кого в море, кого в тюрьму, кого на пьедестал, кого-то еще куда-то. Понимаете? Это для отбора, отделения зерен от плевел, Библия. То есть, понятно, да? То есть, каждый человек стоит определенных денег. Я, например, занимаюсь тем, что постоянно поднимаю свою цену. Су цену поднимаю за счет получения определенных, как бы, качеств и так далее. Это очень важно, это и вас касается. Если вы не будете оценивать себя, понимать, сколько вы стоите, и ценник не будете свой поднимать, то, конечно, вы потенциально будете себя уничтожать. Это психофизиология, повторяю. Это находится внутри человека, и организм наш сам также отбраковывает негативные клетки отдельно, хорошие клетки отдельно и так далее. И социум сейчас вплотную занимается тем, чтобы нас сами отбраковывать и вводить в определенные кластеры. Ну, например, если мать-одиночка, ей предлагают войти в определенную систему, предлагают там лихоты, предлагают там пособия. Одновременно, чтобы вы знали, вот такую мать-одиночку могут завтра детей забрать. То есть, она социально, в общем, уже, ну, бомжиха. Они даже не понимают это. То есть, ловят специально людей и классифицируют по разным таким структурам. По оценке. Дальше, феодальная психология. Вот я, например, профессиональный феодал. Я уже в замке, у меня, значит, существует определенный коллектив. И я занимаюсь определенным накопительством, занимаюсь определенным капиталом. У меня есть фонд, есть определенная структура. И я это постепенно все выращиваю. Это позиция феодала, это психология феодала. Феодал – это тот, который имеет определенное пространство, имеет определенных людей, определенную касту свою имеет. И занимается накопительством капитала определенного. Ну, капитал, может быть, это не видит, там, золото, там, мешки, денег и прочее. А, ну, ценные кадры, ценные люди. Я занимаюсь различными продуктами, которые, я надеюсь, особенно в следующем году, я думаю, должны человеку выставляться. То есть это, нужно понимать, какой вообще феодал. Феодал – это тот, который знает, что его на территории, где находится каждый веник, каждый гвоздь, каждый предмет, каждый человек, сколько мастеров, сколько придурков и так далее, все он должен знать это. То есть это его, как бы, тело, организм. То есть банкир должен знать полностью свой банк, что из себя представляет. Начальник производства все свое производство должен знать. Если он это не знает, он не феодал, он так, временно пришедший, ушедший придурок. Понятно, да? Человек должен знать в семье, в доме, что у него, где, как делается. Это организация мозга. Феодалом может не каждый быть. Не каждый может быть производственным, не каждый может быть начальником, руководителем. Это определенная психология. Кстати, хочу сказать, сейчас у нас в стране исполнители море, а у таких руководителей очень-очень мало. Отсутствует феодальная психология. Конечно, я сейчас не готов за этим объяснять, рассказывать всякие тонкости, которые существуют. Но это в каждом человеке заложено. И вы должны развивать в семье, особенно в детях. Следующая капиталистическая психология. Там Игорь или кто там, Арсений, выставите вот эту статью. Психология космического человека. Чтобы вы внимательно потом прочитали неоднократно. Статья есть такая, несколько листов. Я давно об ней говорил. Я вам советую потом внимательно вчитаться, вдуматься в это. Будут какие-то вопросы, замечания, предложения. Можем отдельно рассмотреть. Потому что здесь даже каждый раздел психологии – это отдельная лекция. Отдельная тема. Ее нужно хорошо раскрывать. Вот в будущем мы это еще проведем. Я сейчас бегло показываю семь видов психологии, которые находятся в каждом человеке. В том или ином состоянии. Я развиваю в себе и первобытную психологию, и рабовладельческую психологию, феодальную, потом капиталистическую. Вот некоторые думают, капиталисты, те, которые имеют бабки, деньги, недорогие, у них денег вообще нет, чтобы вы знали. Я сейчас показываю передачи, что даже якобы в Америке даже и этого золота нет. Оно ушло в другие места, понимаете? В Америке находится программа «Солнце-1» по накоплению золота. Это связано с инопланетянами, с программопроцессами. Ну, не так важно. Капиталисты – это не те, которые имеют кучу золота, банки и прочее. Нет, дорогие мои. Капиталисты – это те, которые владеют технологиями. Вот представьте себе, мой вассал на коне скакал, а ваш вассал на танке. Кто чего стоит? Ну, так они ничего не стоят. Вот танк раздавит такое-то материальное, и все, он ничего не сделает. Технологии. То есть капиталисты – это люди, которые занимаются технологиями. И тут свои есть хитрости. Вот одна из хитростей, чтобы вы знали, почему, ну, как бы рухнул Советский Союз. Проблема была очень простая. Станок ставит, станок должен отработать 20 тысяч часов, его должен снять, выбросить, поставить новый станок, более эффективный, более качественный и прочее. У нас в стране с приветом этого не было. Понятно, да? В этом плане есть анекдот про сторона баран. Ты что хочешь, чтобы у нас была сторона баран? Нет, у нас сторона Совета. Вот и есть какой анекдот в этом плане. Это вот основа нашей психологии, которая процветала, то есть отсутствовала капиталистическая психология в Советском Союзе. То есть никто не занимался толком технологиями. Да и сейчас не занимается толком психологиями. Вы должны знать, я вот на днях разговаривал со своими друзьями, говорю, правильно сделали, что холодильник работает там, допустим, 3 года, там 5 лет, а никак при Советском Союзе мог работать 100 лет. Понимаете? Вот это, кстати, одна из подлянок капиталистической психологии. Значит, через 100 лет будет обновление технологии. Там мир уйдет вообще вперед. Чтобы вы знали, когда-то японцы говорили, я до сих пор возмущен насчет этого, они говорят, вы русские, технологически вы отстали от Японии ни на год, ни на два, навсегда, дорогие мои. Я вам 100% говорю, это абсолютная правда. Почему так? Ну, пока вы будете сейчас новые технологии разворачивать, мы отстаем от мира вообще всегда, понимаете? Почему так? Потому что пока вы проектируете, делаете и догоняете, все бессмысленно. На рынке вы уже не существуете. Понятно? Поэтому наши сейчас пытаются там вести новые запредельные технологии, ну, это, понимаете, может быть, что-то и получится у нас. Но общая масса людей, вот сейчас нам, если дадут бесплатно японскую, американскую технику современную, у нас не найдутся специалисты, которые будут с ней работать. Бесплатно вам дадут. Никто не сможет с ней работать. Там уже специальная психология, которая у нас отсутствует. Вы думайте. Почему китайцы везде обучают своих людей, на 10 лет вперед у них куплены места для своих студентов в мире, высшие учебные заведения. А Русич, Болванич, к сожалению, находится наше образование под французской мафией. Поэтому у нас перспективы в образовательном плане не было, нет, не будет. Пока не франценируется российская образовательная система. У нас российской образовательной системы нет. Понятно, да? И то, что там говорят, надо то, надо создавать, надо делать. Дорогие мои, мафию не переплют. Смотрите пункт предыдущий. Раблогенческая психология, феодальная психология, капиталистическая психология. У нас же с вами тут говорят, что страна демократия. Какая демократия? Демократия – это продукт взаимодействия капитализма и социализма. Сейчас коснемся этого вопроса. Продукт. А где вы видели капитализм в России, если кругом нищета и примитивные технологии? А где вы видели социализм, когда страна нищая? То есть демократия, естественно, в подстаниках. Понимаете? Что вы хотите? В чем проблема? А психология? Нет этих видов психологии. Вот это уже срочно в стране внедрять, вникать в это, ну, образовательная система этого представления не имеет. Она психически больная образовательная система. Вот такие дела. Движемся дальше. Социальная психология. Вот когда капиталист богат и обеспеченный, технологический и прочее, он, естественно, для своих рабочих, для тех, от кого зависит, он будет включать социальные программы. Строить им дома, квартиры, дороги, там что-то финансировать, на чего ловил и возьмут завтра эти вот люди. То есть капитализм порождает социализм. Это необходимая часть. И вот в процессе взаимодействия капитализма и социализма формируется так называемая демократия. Но это зависит еще от многих факторов. То есть понимаете, что происходит. А я одновременно скажу, это все внутри вашего мозга. Если вы этого не понимаете, с мозгами проблема. Лечиться надо. Это, с моей точки зрения, извините, как не печально, но это такое существует. Да, поверьте мне. Следующая. Коммунистическая психология. Ну как, у нас говорили, коммунизм, да это коммунистический, чего, куда. Коммунистическая психология. Что такое коммунистическая психология? Коммунизм и прочее. Это от каждого по способностям и каждому по потребностям. Ну вы знаете, что у нас за счет пьяной демократии, или психически нервальной демократии, так называемой, у нас возникла масса олигархов, 3% людей захватили все финансовые стороны. Но это точно демократия, точно демократия. И потребности у них безграничны. Что у нас из этого получится? Ну ничего хорошего. Я вам гарантирую. Следующая психология. Носферная. Вот тут мы и приплыли. Носферная психология. Это страшнейшая психология, в которой мы с вами быстрым темпом с помощью коронавируса движемся. Носферная психология говорит о том, что если снизу раскручивают коронавирус, естественным искусственным путем, это не так важно, то сверху обязательно в плане равновесия возникнет у олигархов наших тяжелые заболевания. Внизу и вверху. Все это сбалансируется в виде... Они думают... Там сейчас вышел клип, или уже давно вышел на заядку. Сейчас видел, Собчак сняла там свою порнуху политическую, что как бы у этой элиты антитела есть, а у быдлов народа ничего этого нет. Дорогие мои, хочу огорчить нашу элиту. Скоро она выберет. Идут космические процессы, влияние. Почему идут? Потому что всегда обязательно будет балансировка. Это, скажем, у нас низы, а это верхи. Сейчас все направлено на то, чтобы чеченскую массу на 90% за 10 лет сократить. То есть как бы элита одна останется там, или мало внизу останется у людей. Нет, дорогие мои, сюда пойдет сейчас мощное действие. Здесь коронавирус, а здесь хреновирус пойдет скоро. Поверьте мне, как видящему этих процессов все, я давно предсказывал, видел массу процессов, все подтвердилось, все так и существует. И вспомните про мои слова, что обязательно элита передохнет. Никакие бункеры им не помогут. Вспомните мои слова, потому что это не моя воля, это воля на сферы, на сферы. Воля на сферы. Все обязательно балансируется. То есть сейчас действие направлено как бы на эту массу, тотальный контроль, новые эпидемии, новые заболевания. Повторяю, искусственно это делается, естественно, меня даже не интересует. Это как бы ну идет, значит идет. Но обязательно процесс пойдет на уничтожение элиты. Не только элиты, там всякие наши священники, там туда-сюда, все подлежат глобальному уничтожению. Да, сократится человеческая масса там до 10%, условно скажем, за 10 лет якобы. Ну, жизнь покажет. Если люди будут психологически с моей точки зрения понимать вот эти семь видов психологии, которые находятся внутри вас, будете их развивать, поддерживать и прочее, у вас вернуется психология космического человека. То есть, это системно-целостная психология. Она строится вот на этих семи видах психологии. Потому что одно зависит от другого. То есть, нельзя сказать, что на сферной психологии это самое правильное и хорошее, а вот первобытная община плохая. Я бы сказал, что наоборот, первобытная община психологии самое главное, которая приводит к на сферной психологии. Ну, сами знаете, как у нас говорят в литературе историческое, что пастухи стали смотреть в небо, изучать звезды, а это на сферной психологии. Удумайтесь, то есть, начались за звездами, то есть, стали изучать движение звезд, планеты и прочее, появилась астрология, астрономия появилась. Дорогие мои, а это на сферной психологии. Вот, наверное, пастухи спасутся, которые одновременно являются первобытным, имеют первобытный общинный строй и занимаются на сферном развитии. Как звучит, ничего? Да, в центре у нас капиталистическая психология, то есть, между, скажем, первобытной общиной психологии, между и астрономия психология, находится капиталистическая психология. То есть, те же весы я рисую. Как понять это? А все от технологии зависит, дорогие мои. Сейчас в эту область капитализма, капиталистической психологии активно внедряется что? Искусственный интеллект. Искусственный интеллект. Вот пирамида ваша. Теперь искусственный интеллект. Ну, хочу вас обрадовать, огорчить, расстроить, там, еще как-то. Еще более ценней в этот мир идет технологии психо- биокомпьютер, который спокойненько могут отыметь по-самому уши искусственный интеллект и капитализм трансформировать. Вот такие дела, дорогие мои. Так, чем мы занимаемся? Мы занимаемся развитием технологий психо- биокомпьютер. Я советую эту статью вам прочитать внимательно, неоднократно. Здесь есть хорошие такие объяснения, которые вам пригодятся. Конечно, они требуют еще более широкого разъяснения. Вы же знаете, что большинство людей больше пяти строчек не читают. Поэтому я сделал компактно, ограниченно. Ну, я думаю, вам пригодится. понятно. Готовьте вопросы, чтобы я мог по ходу делать видео, потому что сейчас я перехожу уже к сопоставлению характеристик земного космического человека. 32 пути развития. Потому что психологию, которую сейчас я рассказывал, вот разделы психологии, конечно, может быть, некоторым сложновато, непонятно, как, что. Ну, читаете, если я думаю, поймете. И повторю еще раз, что это морфологическая система вашего мозга. Если у вас там пробелы, вы этого не знаете, значит, у вас там дыра в голове. А святое место пусто не бывает. у нас заполнится всякая гадость, и тогда будут там лярвы всякие, паразиты, и так далее. Тут будете обращаться, чтобы вас очищали всякие заразы, и так далее. Какие-то вопросы есть там, ребята? Реакции есть какие-то у вас там? Ну, давайте, созревайте, дорогие мои, задавайте вопросы, потому что тема очень непростая, и при том, она вам нужна для выживания. Хотите выжить в ближайшем будущем? Вспомните про мои слова. То есть, все зависит от ваших мозгов сейчас. Потому что те люди, которые считают себя элитой, в будущем существовать не будут. Поверьте мне. И те люди, которые как бы ни рыба, ни мясо в социуме, которые не соображают ни первобытной общины психологии, ни значит, ни рабологической психологии, ни феодальной и так далее, жить в будущем не будут. Пустышки не нужны в будущем. останется маленький небольшой коллектив. Как это еще понять? Я еще 30 лет назад рисовал такую примитивную схему. Вот, взять массу людей, это точки, точки, это человеческий ресурс. Точки, точки, точки. Это вот все наши миллиарды людей. Так, что сейчас идет? С одной стороны формируется элита, такие психи-одиночки, которые нахапали массу чего, настроили бункеры, сейчас хотят 5-10 лет спрятаться и выжить как-то. А люди же хотят, чтобы они сами доведут массу психоза социального, люди будут убивать сами себе, друг друга убивать будут. А с другой стороны возникает некая ноосферная яйцеклетка, где формируются, я бы назвал, неообщины. Неообщины. И вот эти индивиды, человеческий ресурс, одни двигаются к этой системе, назовем ее ноосферная, ноосферные люди, а это трансгуманизм. Они всегда в трансе, уколотые чем-то, заблуждены чем-то в первую самим собой, трансгуманисты. А другие двигаются к ним. И в процессе вот такого движения эта общая масса, 90% предполагается, будет самоуничтожена. Это наше светлое будущее. Имейте в виду, будет все очень приятно. Будут ночью и днем работать неустанно кладбищи. Самые лучшие производства мира. Вот такие дела. Поверьте мне, я вот на этом месте говорил когда-то на занятиях, что завтра, я говорю, 10 числа, завтра будет таргедия в Америке. 11 числа проведена таргедия в Америке. И таких я предсказали массы. Я не предсказун, не вещун, не наглядун. оно просто видно в натуре, что происходит. Что я коронавирус создал. Что я вот те, кто носит маски, это внедрение советской психологии, что вы знали. То есть, мир переходит, чтобы знали в Америке, например, на первом месте работы Энкельса, Маркса, Ленина, Сталина, Мао-Цедонова, на первом месте. А вы пока непонятно где находитесь. Россия них нет. А там уже процветает глобализация. Кто о глобализации говорил? Вот эти кадры говорили про глобализацию. Сейчас Европа превращается в новый Советский Союз. В Штаты тоже самое происходит. Скоро под Россией будет 47 стран. Идет трансформация, которую вы не знаете. Но, повторяю, все, кто носит маски, это явное отражение советской психологии. И, кстати, хочу сказать, что взять Италию, как мы разговаривали с Белой, с другими, там еще другие страны, там еще круче, чем у нас в России. У нас еще очень мягкая ситуация. А там уже без зеленого паспорта не выйдешь из дома. Вышел, без паспорта, штраф, могут посадить и что угодно. Там еще круче. Там развертка советского фашизма идет. Так вот, подожди минутку. Вот какая тенденция идет. Так, где вы находитесь? Вы просто человеческий ресурс подлежит самому учреждению. Если вы в олигархии прийдете туда со своими миллионами, ну, там другая трагедия будет. Потому что человеческий ресурс как продукт является для трансгуманизма, трансгуманизм является как продукт питания для аносферного человека. Я занимаюсь аносферным человеком, поэтому всех сидим с приятным аппетитом. Так образно говорю. То есть так строит не Бронников, а так строит природа будущих событий. Я еще постараюсь это приоткрыть чуть-чуть дальше. Понятно, да? Вот такая тенденция идет. Поэтому если вы будете заниматься своей психологией космического человека, пытаться понять, вникнуть, и чтобы у вас включились эти семь центров мозга, вас ждет большое приятное будущее, приход в мир аносферного человека. Нет, ну, нет и сюда нет. От человека. Хорошо. Такой вопрос. Вопрос. Как развивать семь психологий? Что нужно делать для развития? Правильно ли я понимаю, что если мы будем это развивать, то будет действовать эффект 101-й обезьяны? Естественно. Естественно. Я этот вопрос понимаю уже неоднократно. Как развивать? Ну, по крайней мере, вначале нужно узнать, что это есть. Второе. Быть согласен с этим или не согласен? То есть разобраться, а почему так? Ну, вспомните, это же не я придумал, что без царя в голове. Это о чем? Нет никого хозяина в голове. Жена живет сама по себе, муж живет сам по себе. Слушайте, а слово замужем что означает? Муж является голова, жена шея. Это я придумал. Вот если нет этой системы, социальной организации в семье, в социуме, то это идет проблема в мозге человека, проблема в детях, социальная проблема. то есть по сути дела вот эти все семь систем это не что иное, как технология самозащиты, самовыживания. Вот если вы, вот я рассказывал, что если у вас холодильник стоит сто лет, то есть вы дома не меняете технологический свой парк чего-то, то вы просто трупняк социальный, безмозглый. Как? А я зачем в день торги? Вот такое дело, как деньги зарабатывать, это к феодалу. А вы еще и бабки не умеете зарабатывать, вы не феодал, вы хрень какая-то. Я встречаюсь с какими-то профессорами, такие ученые, такие умные, да, такие они умные, а можно бесплатно пройти у вас на курсах? А что такая хрень? Вы сколько образованная, дипломированная, профессор триджет твою мать, а без денег. Как американцы говорят, русские, вы такие умные, а что такие бедные? Или еще говорят так, вы даже не знаете, насколько вы бедные. Я абсолютно согласен. Есть проблема но, вспоминая японцев, помните я сказал фразу, что они сказали, что русские вы отстали нахотни навсегда технологически. ко мне обращается один японец, он преподавал в МГУ по русско-японской программе, студентов наших обучал бизнесу. Как-то меня нашел, увидел, как-то узнал про меня, встречаемся через переводчика, он говорит, что хотел бы познакомиться с методом, готовить студентов на своем методе и так далее, хотел меня превышал в Японию, я ему говорил, вы понимаете, я жестоко обижен на японцев. А как, почему? Я говорю, вот японцы такую фразу сказали, что мы отстали. Так я хочу сказать, что в плане психопередикатурной технологии вы японцы отстали от нас не на год, не на два, а навсегда. Вам этого не суждено. Поэтому что вы ко мне суетесь. А почему так? У них менталитет, у них культура постольная так, что будущего им не видать. В плане психопередикатурной технологии. Китайцам не видать, индусам не видать. Только русский человек может овладеть этим технологиям. Только русский человек. И больше никто. А почему так? Пойди туда, не знаю, куда возьми, не знаю, что. У кого парадоксальная психология? Русских. У кого русский казмизм? Русских. У кого бог халтур или бог культур древнейший, только в России живет. Если вы не владеете русским мировоззрением, дело тут нефига. Так на сфера, это не я решил, дорогие мои, так на сфера решила отбор сделать, что сюда могут прийти, вот сюда психи-одиночки прийти не могут в общую систему, в новую общину, в новый мир, в новый космос прийти не смогут. потому что у китайцев там своя мифология, они там как бы имеют испорченные мозги, индусы свои испорченные мозги имеют, потому что та мифология, что была у индусов, тибетцев, китайцев, нанайцев, японцев и прочее, культура настолько устарела и потеряла всякий смысл, что они, чтобы перешагнуть, надо сначала им всем отмерить. Они не способны перешагнуть, понимаете, вот этот их исторический мифодизайн о дебилизме. Я могу это доказать. Как я уже говорил, что взять книгу «Перемены дзен», там бред сплошной, сплошные ошибки. Даже элементы неправильно изначально расписаны. Там столько идут ошибок и там читается классическая книга Китая. Смешно, просто смешно. Взять Цегун, основу Цегуна в Китае, так они вообще его не знают. А Цегун пришел от Гунов. Цегун от Гуна пришел. Хорошо, китайцы сохранили Цегун. Хотя у славян тоже есть очень серьезные техники в этом, но они хуже сохранили эту живую и так далее. То есть, ну ладно, не буду обдекаться, скажу, что ситуация, с одной стороны, очень плохая, а с другой стороны, очень хорошая. Почему? В будущем процветать будет только Россия. Другие страны вообще не будут. Поверьте мне. А почему? Вот вдумайтесь, это не от меня зависит, это не мой вымасел, мои желания, а существует некая ноосфера, ноосфера, и она сейчас активно влияет на все эти процессы, на асфера. Почему сейчас космос ругнутся, корабли, спутники, запачкали весь космос своими объектами, а потому что морфологическое поле Земли, высокоразумная структура, начинает активно влиять на все человеческие цивилизации. Активно. Сейчас будет масса-масса всякого негатива, не только для обывателей, приматов всяких, но и для элиты, потому что элита это разновидность патологии. Понятно? То есть, ну, как взять человек, если у него доминирует голова, будут патологии, доминирует еще центр патологии, живет сердцем, о, значит, будет полноценное нормальное развитие. Это природа построила, не в роде. Поэтому надо все идти от сердца. Ну, мы сейчас узнаем об этом. Да? Какой вопрос? Вопрос. Как социализм наложить на схему весы, вот справа, которую нарисовали? Проще пареной рыбки. Я уже сказал вам, что социализм и капитализм, ну, это, как бы, я бы сказал, что должно быть бабушке понятно, не то, что кому-то. Существует так называемый график материальной единицы. Это два горизонта события. Это горизонт события, отвечающие за качество, а это за количество. Социализм это горизонт события на количество. это социализм. Это социализм. Как это понять? При социализме один человек работает на всю страну. А при капитализме все люди работают на одного идиота. Вот он капитализм. А когда мы рассматриваем взаимодействие социализма и капитализма, возникает демократия. все проще парень и рептии. Вот он висит. При социализме все работают на страну, а при капитализме вся страна работает на одного идиота. Все? Очень понятно. А когда происходит взаимодействие двух крайностей капитализма и социализма, возникает наша хомократия любимая. Еще вопрос. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее про психологию первобытного общинного строя. Тоже очень все просто. Это пирамиды. Наверху сидит хозяин. Вожак стаи. Какой-то бандит главный. А под ним существует иерархия. Иерархия существует. иерархия. Есть очень хороший пример, очень хороший пример, когда изучали обезьян в Сухумском заповеднике, есть фильм документальный об этом, там показано, что у этого хозяина, вожака стаи, обязательно существует три самки и выстроена дальше вся стая каким-то образом. Посмотрите про сухумские обезьянники, это еще советская власть снимался фильм документальный про обезьянники, как они там живут, как они существуют. Это наша с вами обезьянная жизнь. То есть как только будет неактивная ситуация, все мы будем жить как эти товарищи обезьяны. Само выстроится, самые мощные самки, кстати, если самец не выполняет свою роль, они его убивают. Три самки. А если ты самец, ты должен отрабатывать с этими самками. А что ниже опускается, здесь уже самое ничтожество внизу, иерархия возникает. Сразу возникнет такая ситуация, как только вам открут сейчас электричество, там газ туда-сюда, все это вполне может быть в ближайшее время, будет крупнейший социальный психоз, и те, кто будут собираться вот такие пирамиды стаи, выживут, а психи-одиночки все пойдут на колбасу. Это уже давно известно, дорогие мои, все уже продумано, расписано, и наверху сидящие эти кракозябры, они все это знают. но они не знают о том, что на сферы им готовят сюрприз. Сюрприз готовят. они думают так сидятся как-то как-то в своей клипе говорит, что у них есть антитела. Ну, посмотрим, будут антитела у них или тела отвалятся. Так что, дорогие мои, для энтосферы не существуют бункера, какой-то защиты и так далее. Все совсем иначе. Вот понять, что такое энтосфера психологии, вот эта тема, действительно, скажу, очень простая. Если человек не знает про сфер сознания, то он никогда это не поймет. так же, как вам рассказывают, существуют ДНК, РНК, а морфологические поля, никто не говорит. А морфологические поля, это единственная сфера. Кстати, Лысенко занимался морфологическими полями. И вся техника, что вы знали, у вас компьютеры, телефоны, это изначальные разработки Лысенко, который получил свое время 13 орденовлений. Что-то вам никто не говорит об этом. Он проводил глобальные эксперименты с массовыми людьми, с морфологическими полями и так далее. На слове его создан Аура 15-Т и многие другие техники. Ну, это все, понимаете, все это обманывает людишек, мелочишек и так далее. Вот такая ситуация идет. Ваня, буд добрым. Вот такая тема. Ну, давайте двигаться дальше. Сейчас подходим к моменту, достаточно интересно как мне кажется. Это сопоставление характеристик земного и космического человека. Третья два пути развития называется. Вот сопоставляя, вы думаете, а куда вы относитесь в этой системе. Если не относитесь к этой системе, нужно думать, как к этому прийти. Вот слушайте внимательно, будьте добрый земной человек имеет одну программу жизни. Как понять? Ну, вы имеете имя, вот у нас Ваня. Ваня, а еще имена есть у тебя? Какие еще? имена? А, уже тебе, да, хорошо, уже легче. Обычный человек имеет одно имя, он всегда Ваня Хренов будет, ну, или там еще как-то. Вы, сами, задумайте, почему при крещении человеку дают еще имя? Не просто имя дают, там, и вот ему делают прописку в лоне Бога, давая имя. Он становится Божьим помазанником. Обычный человек, там, почти даже неверующий, это пустышка. Он имеет одну программу, там какая-то Маруся, скажем, где же ты, с кем ты гуляешь, одного целужда, а меня кусаешь. Значит, одна программа идет. Программа выработанная, колбаса померла. У космического человека должны быть 50 жизненных программ. У меня пока, вот я достиг 40 программ, не 50. Я знаю про 50 врат, это одно дело, а имен пока у меня это 40 имен. Вдумайтесь, 40 программ, в вашем компьютере 40 программ, или одна устаревшая. Как ничего? дальше двигаемся. Зимой человек как бы знает сам себя. Я Петя какой-то. А космический человек знает себя как систему божеств. Вы знаете себя как систему божеств? У нас построено каким образом? Обратите внимание. так как бы чтобы все в севать будешь? Чтобы пятна такие вытрепол лучше. То есть я просто такую картинку нарисую сейчас, чтобы вы понимали, что вы себя представляете. Потому что это настолько смешно, если бы не было печально. Вот смотрите, я рисую условно рисую мозг мозг есть божество мозга дальше условно глаз есть божество глаза есть у вас сердце есть божество сердце божество сердца нога допустим нога божество ноги То есть есть пальчик, сосудик, от мелкого до крупного, это все система божеств. Вы состоите не только из какой-то косточки, позвонка, правого уха, левого. Вы состоите, энное количество божеств вас объединяет. А вы считаете, что я Петя. Какой ты Петя? Хрен-то непонятный. Здесь подключаются какие-то паразиты, влияют на божество мозга, и мозг начинает загибаться. Какой врач это вылечит, какой врач это сделает? Это тибетский медицин. Эти объекты относятся к морфологическому полю. Вот эти божества – это все морфологическое поле, это ноосфера. Понятно? Никто не собирается влиять даже через коронавирус на вас через какие-то примитивные уровни. Действия идут прямо на божества, а божество начинает загибать данное тело, с чем мы работаем постоянно. Поэтому вы состоите из огромного количества божеств. Космический человек должен знать это и работать с этими божествами. А земной человек – барабанщик, ему все по барабану. Третий пункт – человек есть тело. Какое тело? О чем вы говорите? Космический человек является внутренним и внешним наблюдателем с позиции 15 тел. Обычно колбаса, ну, колбаса – тело. Медицина об этом знает, даже представления об этом не имеет. Дальше. Земной человек живет только в материальном пространстве. Извините, а когда вы спите, уходите во сне куда-то, то какое пространство серо-бурмалиновое? Что за пространство? Значит, космический человек живет в трех пространствах – в материальном пространстве, в нематериальном и в барабанном. Это отображено и в Каббале, это отображено и в других тактатах, в тибетской медицине называется «треговые драконы» и так далее, мы еще об этом поговорим. Дальше. Земной человек является я-индивидуальностью. Я-индивидуальность. Космический человек живет как пиксель внутри формы голограмм. Есть разница? Вы там какая-то я-индивидуальность хреновая, а космический человек, он является пикселем, живущим в форме голограммы, то есть в морфологическом поле. Разница есть? Так, земной человек, мужчина или женщина видят друг друга как объекты потребления в каком-то плане. Космический человек видит не женщину, а матку ее, которая живет тантра. Тантра живет. А тантра нужна для того, чтобы эта матка породила божество. А что мы в итоге видим? Колеровные сорняк кругом ходят. Или пидорасы, извините, в лучшем случае. Это что такое? Это божества пришли? Раньше все делали в древности для того, чтобы породили воинов, героев, уникальных людей, мастеров. А сейчас что? Вот этот колеровный сорняк сейчас необходимо убрать. И земля, анасфера готовится к этому уничтожению. К жатве. Идет жатва уже. Седьмой пункт. Я так сейчас спрашиваю людей, земного человека. Сколько тебе лет? 20, 30, 40, 50. А космический человек отвечает, а мне 400 тысяч лет. У вас ненормальная психическая ориентация. Вашему телу больше семи лет быть не может. Там идет постоянный обменный процесс. А вы зомбированы паспортом. Ничего себе. Это паспорту 20, 30, 40 лет. А вы духовная субстанция. Вот космический человек знает, что духовная субстанция, а не приложение к паспорту. Земной человек зависит от природы и социума. Космический человек зависит от космических божеств. Вот вам ориентация. То есть зимой человек зависит от природы и социума. Ну, пидорасы пошли по тубанам. И другие стали к ним прилипать. Это социальное влияние. О, наши пидорасики оранжевые. О, как и здорово, весело. Видите? Толпа захватывает этих придурков. И они придурки уже весело. Пошли на Майдан и все остальное. Понимаете? То есть они находятся под влиянием природы и социума. А космический человек зависит от космических божеств. Не надо изобретать систему, систематизацию и прочим. И человек к этому придет. Земной человек имеет охраниченные цели. Вот здесь надо более подробнее поговорить. Космический человек имеет систему целеполагания. Сейчас вам приведу этот важный момент. Могу раскрыть вам. Система целеполагания очень плохо преподавается в высших учебных заведениях. Толком даже знак не знают, чья система целеполагания. И студентам не могут дать нормально эту информацию. Сейчас попробуем кое-что показать. Существуют так называемые прямолинейные последние цели. Как это понять? Вам из пункта А надо попасть в пункт Б. На машине, пешком, еще как-то там не играет роль. Цель строится следующим образом. Значит делится путь пополам. Пополам путь делится. И рассматриваются две части. Это общая часть. Потом мы делим еще на подразделение. Потом мы делаем еще на части делим. То есть это называется пошаговое построение цели. То есть можно так рассчитать, чтобы четко прибыть в назначенный пункт Б. Условно. Это называется прямолинейное построение. Тут достаточно одной извилины от фуражки и можно что-то сделать. Существуют многоуровневые системы последние цели. Массовые. Они рассматриваются как прямолинейное, так же как это. Но они еще между собой имеют взаимодействие, эти цели. Эти цели имеют еще между собой взаимодействие по цели. Это более сложная комбинация. Это уже высшего образования недостаточно. То есть нужно иметь уже хорошо развитые мозги. Есть секторные построения цели. Секторные. Когда эти цели также построены, но по разным направлениям. Их может быть энное количество в зависимости от развития мозга. или компьютерных программ. Это секторные построения цели. Дальше вот вы знаете всякие там в магических изображениях, в мифологических рисуют там всякие треугольники, квадраты, звездочки всякие рисуют. Ну и так далее. Может там семиконечная звезда мага и так много. Это все система целеполагания. Это построение цели. По сравнению цели идет. По часовой стрелке на основе центростремительных сил или центробежных. Также существуют квадратные такие прямоугольные построения. Система целеполагания. Когда от определенных точек опорных идут различные действия и противодействия. Ну и так далее. Здесь звездочки так же и прочее. Вот например. В частности конечно звезда. Она конечно не имеет никакого отношения к иудеям. Это египетская магия то что я сейчас показываю. Система целеполагания. Вообще означает что верхняя часть это голова человека. И она отвечает за игру. А игра считает что добро и зло. И нижний центр отвечает за власть. А власть это что такое? Жизнь и смерть. Если это действие не уравновешенное. Ведет к самоуничтожению. Иудеев не знает. Они проспали эту историю. Это все египетская магия. И так далее. Смотрите вам семиконечную звезду. Звезду мага. Двенадцатиконечную и так далее. Это все системы целеполагания. Это все для разработки компьютерных программ на основе санскрита. Дальше. Следующие пошли. Более сложные. Последние целеполагания. На основе формы голограммы. Здесь рассматриваются объекты. Это десять букв. Тайных букв. Израильского алфавита. Если рассматривать эту систему кабалы. И в общем в итоге. Первый объект. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. Эта система поставит целеполагание. Это вы уже так просто не поймете. Вам образования уже не хватит. Здесь находятся 50 врат. Рассматриваются. И 32 пути развития. Это система целеполагания. Кто умеет более правильно выстраивать цели. Тот и победитель. Дальше эта форма голограммы выстраивается как цилиндрический график. Ну где внутри форма голограммы естественно. Да. Цилиндрическое построение формы голограммы. Ну это рассматривается в таком плане система иньян. Например. Здесь мы рассматриваем. Тут зима. Тут лето. Центральная переходная часть. Это система поставит целеполагание. Уже так называемый цилиндрический график. Потом все это превращается в более сложную конфигурацию. У меня кусающаяся за хвост. Где тут допустим у нас находится проведение. А это профоматрица. Пиксель некий. И он разворачивается в виде формы голограммы и так далее. И далее, далее уже рассматривается как некая бесконечность. Восьмерка. И это еще не все. Это все и система поставит целеполагание. Ну, я думаю, дорогие мои, без психокомпьютера вам тут делать просто нечего. Поэтому мир принадлежит нашим ребятам. И русскому человеку. Моя точка зрения, конечно. Я не претендую на что-то. Так. Целеполагание. Десятый пункт. Расскажу. Земной человек имеет. Ну, земной человек имеет, как правило, одно из трех мировоззрений. Ну, доминирующее. Мифологическое. На чем-то повернут. Религиозное. У меня у самого знакомых много этих маньяков религиозных. Ну, хранители канонов. Научное мировоззрение. Другие хранители канонов. То ли квантовой механики, то ли ньютонской механики, то ли еще какой-то механик. Ну, хранители канонов. Преподаватели дебилизма. Значит, и что? А что у космического человека? А у космического 12 мировоззрений. Какие? Можете посмотреть. Вот ребята выставят там. Вот разница, видите? Либо у вас одно мировоззрение с перепугу. Либо 12. От правильного развития мозга. Да? Просто я сейчас не готов вам это все рассказывать, потому что это отдельные лекции мозга. Одиннадцатый пункт. Обычный человек воспринимает время, ну, как вы сами знаете, по часовой стрелке. По часовой стрелке. Ну-ка, Ваня, вытри, будь добр. То есть мы смотрим на часы, по часовой стрелке воспринимаем время. Час пошел, второй, третий. Да, пока вот это смотри. Сейчас, спасибо. Как это понять? Посмотрите. Что сейчас происходит со временем? Ну, тут 12 часов. Здесь 6. Здесь 3. Здесь 9 у нас. Ну и так далее. Не буду обозначать. Да. И мы с вами живем, двигаясь по центростремительному направлению. Ну, к точке, в общем. Двигаемся с вами каждый день. Это разновидность формирования патологии. С точки зрения язычества. Потому что движение должно быть то по часовой стрелке, то против часовой стрелки. То есть, если двигаться в другую сторону, это уже центропежные силы, а это центростремительные. То есть, получается, каждый день мы идем в патологию. Раньше язычники ставили столб или дерево какое-то избирали и двигались вокруг него либо по часовой стрелке. Тогда получается, что солнце, белое солнце давит на человека и идет сгущение крови. Если они двигаются ночью, хороводы проводят там ритуалы всякие прочие, ночью, против часовой стрелки двигаются. То есть, тут внизу находится черное солнце. Черное солнце. Почему черное? Потому что перекрывает земля. Солнце под землей находится. И потоки идут от солнца, теперь вверх идут. Идет разжижение крови. Психофизиология. Если вы это не знаете, извините, а что вы тогда знаете? То есть, таким образом, сгущение и разжижение крови надо для того, чтобы сущность крови не заснула. А с возрастом сущность крови засыпает и человек начинает болеть. Пишет к врачу, вам сейчас врач поможет. Пропишет, куда надо в морг. Что вместо вас этот врач будет бегать, а? Вот это основа язычества, что вы знали. Здесь ось духа существует. Нужно знать вообще, что это такое, из кукасии духа существует. Это основа язычества. Пришли хрисунчики, язычество выбросили, навязали какой-то свой мутняк. Представьте себе, вы взяли первую ступень ракеты, выбросили, полетим на второй ступень ракет. Настоящая жизнь строится на основе трех ступеней ракет. То есть первая ступень ракеты – это язычество. Потом вторая ступень ракеты – это живой бог или христианство, ислам или еще что-то такое. Потом третья ступень ракеты – это корпоративная религия. Одно другое не исключает. Это должно быть как дополнительные функции. Чтобы, к великому сожалению, так сложилось исторически, шизофрически. Хрисунчики выбросили язычество. Ну, в общем, добегали сейчас, они уже доцветают цветочки. Понимаете? К сожалению, к сожалению. Хотя христианство – это, тем более православие, высочайшая религия. Но если не восстановят язычество, христианство не будет. Поверьте мне. То есть, что хочу сказать. Ну, я не об этом хотел сказать, а о времени. А если мы время рассматриваем из центра, время рассматриваем, можем выйти на это время, на это время, на это время выйти. Оказывается, все дело в точке рассмотрения. Вот вам управление временем, перемещение во времени. С помощью психокомпьютера мы это делаем регулярно, постоянно, великолепно. А специалисты, если выходят за пределы системы, являются внешним наблюдателем. Это внутренний наблюдатель, а тут внешний. То он способен делать то, что каждая минута, каждый, даже секунда, каждая секунда, каждая минута, каждый час, каждые сутки, каждый месяц иметь свое божество. С этой позиции можно на это божество влиять. Понятно? Это абсолютно все реально. Мы с этим работаем и тут ничего нового нет. Это и есть поведение космического человека. Дальше. Земля человек живет в своем теле. В своем теле. Ну, в колбасе. Космический человек живет во многих телах. Космический человек может жить во многих телах и телах других людей. А земля человек только живет в себе. То есть, это ограниченное существование в пространстве. Дальше. Земля человек проявляет или пытается проявлять в связи способностей. Космический человек проявляет через себя божество и их способности, их свойства. Когда они сам проявляют себя, а божество. Ну, как вспомните, к Пушкину пришла муза, она пишет стихи. Не Пушкин пишал стихи, а муза писала через него стихи. Он сам об этом говорил. Понятно? То есть, ситхи, ситхи, разновидность таких субстанций, это и определяет различные способности. Мы ходим, пишем, как-то функционируем. Это все ситхи внутри нас. Если правильно их использовать, человек приобретает новые свойства и качества. А земной человек выпендривается. Спортсмены бегают, тренируются, боксом занимаются. Смотришь на этих обезьянок, где удается, уже 21 век, а они все как приматы. Понимаешь? Да? Вопрос. Вы рисовали форму углограммы предназначения. И вот вопрос. Божество, прошедшее 100 тысяч испытаний, чтобы проявиться в теле человека, находится в десятой позиции? То есть, не представляет объем? Нет, не там находится. Можно было попозже потом сказать. Ну ладно. Дело в том, что у человека существует три вида рождения. То есть, когда мы делаем диагностику по здоровью, мы человека рассматриваем в бардо пространство, его двойник, в нематериальном пространстве рассматриваем и в материальном. когда он знает об этом, узнает там, какая ситуация, он, можно сказать, что родился в этих трех пространствах. И мы потом берем его тонкие плотные седины тела, тиражируем в нематериальном пространстве и в бардо пространстве. И исследуем по чакрам связи. Таким образом, человек рождается, так скажем, подсознание. Рождается. А пока вы вот здесь находитесь, вот я сейчас здесь нахожусь, это как бы я нерожденный еще. Ну, некий подкидыш, понимаете? А когда человек узнает всю эту систему, выстраивает, это называется еще в Тибете три дракона. Последний трех драконов. Следующий момент. Надо уметь выйти на кристалл сознания. Это после этой системы выходим на кристалл сознания. Такая система есть. Это определенное количество божеств. И человек уходит на кристалл сознания. В центре главное божество, главное божество, это определяет его сознание. Это божество в центре. И потом мы смотрим форму голограммы. Божество. Это все, опять же, не он, это его часть, это сверхсознание, для рождения сверхсознания. А его изначально божество, которое прошло 100 тысяч испытаний, там не 10 тысяч там ошибка, 100 тысяч испытаний. Это божество находится вот здесь вот. Центр. Не в форме голограммы. В форме голограммы ваше рождение всех сознания. Здесь подсознание, здесь в сознании. А это вот истинное божество, то, что вы из себя представляете. Тот, кто нашел себя, мир не достоин его. Найти себя надо, прийти к этому. Вот это божество бессмертно. Вы изначально бессмертны. Ну, просто к этому прийти надо. Так. Что тут пунга у нас? Что там? Я уже говорил об этом. Землый человек зависит от социума, общества, чужих мнений. Космический человек живет. Космический человек понимает, что от него зависит новый космос, новый мир. И он служит им. То есть, есть процессы космические, глобальные, куда мы говорим, для чего служен человек? Для космических преобразований. То есть, без нас сами боги ничего сделать не могут. Нас специально создали, чтобы мы помогали богам. Только после того, как мы превращаемся в космического человека. Дальше. Земной человек. 15 пунктов. Земной человек появляется, рождается в этой жизни и знает, для чего он родился. Умирает и не знает, как надо умирать. Пустышка. Вот мы пришли в жизнь, родились. Для чего вы родились? Или умрете? Куда вы уйдете? Как будет процесс умирания идти? Космический человек – это просто бессмертное существо, бессмертный человек. Вот космический человек. Он бессмертный изначально. Эти структуры могут отвалиться, все структуры, а он существует. Поэтому, кстати, человека рисуют в магических разных произведениях, как круг с точкой. Солнце так рисуют, и человека так рисуют. Вот он – точка и круг. А это вторичные объекты. Вопрос. В чем суть космической свободы человека? Что? В чем суть космической свободы человека? Ну, сейчас мы подойдем, наверное, к этому. Сейчас немножечко. Земной человек создан из органического вещества белой материи. Космический человек в своей основе имеет 15 видов материи. Это разве не собака? Вы, как эта часть белой материи, называется органическое вещество. А в космическом человеке 15 видов материи. Ну, можно так сказать, что земной человек как бы присутствует здесь и сейчас. Космический человек, он присутствует на семи уровнях восхождения и семи уровнях нисхождения. Это и называется вообще в итоге 15 реальность. То есть космический человек формирует в себе 15 реальность. А земного человека просто присутствует здесь в очень ограниченных рамках. Так подумайте, у кого свобода огромная существует? У земного человека или у космического? Земный человек живет сам по себе. Сам по себе. Как правило, это большинство психи-одиночки. Космический человек – это системная организация индивидов. Системная организация индивидов. Мы к этому тоже придем. То есть с помощью психобилкомпьютера и человеческого интернета человек в итоге превращается в системное существо. Космический человек – это системное существо. А земное сам по себе, как там на Украине говорят, уже слышали наши украинцы. Дальше можно так сказать, что земной человек живя там, трудится и так далее, зависит от внешних каких-то атрибутов. Ну имеется ложка, нет ложки. Предметы, станки, машины там. То есть живет в системе каких-то атрибутов. Сейчас компьютер там, принтер. Электричество есть, электричества нет. Машина, бензин. А космический человек живет в пустоте. Вот это и есть точка, присутствие пустоты, центральная точка. И делает свое проявление через три числа информации, космический человек. Совсем другое поведение. Другое существование. Да, атрибуты существуют, но они там где-то десятые-сотые в этом процессе. То есть человек как бы изнутри начинает управлять этими процессами. Зимой человек страдает, мучается за себя, близких, родственников, за окружающих, друзей. Космический человек имеет высшее понимание и свободу без страданий, понимая свою ответственность за все процессы, которые происходят в зависимости от него перед Богом. То есть другая совершенно позиция. Вот я на днях там или сегодня вчера с Антоном Светой разговаривал. И повторяю еще раз. Обычный человек, он страдает, мучается там за дочку, за сына, за близких, за тех всех. У меня нет этих страданий. Живые люди, неживые, мертвые. Случилось какое-то несчастье там. Я совершенно спокоен. Почему-то. Ни один волос человеческий не упадет без воли Божией. В этом есть тибетские притчи различные. Я мог бы вам рассказать ряд притчей там о Добре и Зле. Тибетские притчи есть. Чтобы вы могли как-то понять. Вообще читать вам надо эти тибетские притчи. Есть, поищите. Очень интересные. Тут пример такой. Пару моментов расскажу. Идет учитель и ученик по Тибету. Идут. И смотрят на дорожки. Там в горах где-то лежит. Младенец плачет. Учитель поднял его. Посмотрел там по-всякому по-своему. И бросает его в пропасть. Учитель говорит. И что учитель сделал? Младенца выбросил туда. Убил младенца. Говорит. А я сделал благо. Как благо? Я увидел, что это вырастет бандит, убийца, нехороший человек. Я взял его зло на себя. А избавил людей от этого зла, которое мог принести. Идут дальше. Я так своими словами сокращенно расскажу. Дальше, значит. Настала ненастья. Погода плохая. Они, значит. Тут какая-то хижина старая такая, полуразваленная. Постучались, их пустили туда. Обогрили, накормили. Да. Такие хорошие люди. Они довольны, что вот им помогли. Потом через какой-то день там два выходят из этой хижины. Учитель делает факел. Поджигает его и бросает на крышу этой хижины. И пошли дальше. Учитель говорит. Учитель, ты же видел, что это хорошие люди, замечательные. Зачем ты это сделал? Знак благодарности. Как знак благодарности? Сейчас эта хижина вся сгорит. Они будут раскапывать ее и найдут там клапан под ней. А так они никогда не найдут. И они будут счастливы построить там великолепно, хороший дом построить. Ну и там до бесконечности такие притчи рассказываются. Нельзя однобоко воспринимать и счастье, и горе. Говорят эти притчи. Понятно? Это у кого одна извилина, то лучше им ничего этого не рассказывать. Они больны от рождения. Для этого существует 12 мировоззрений. То есть на каждый момент существует масса комбинаций, которых нужно знать, что за этим может быть. Поэтому космический человек смотрит любые процессы многовариантно. И ищет в этом смысл. Дальше. Так. Сейчас. В общем-то это. Сказал. Дальше, значит, смотрим. Земной человек имеет любовь к жене, мужу, детям, близким. Как вот Светочка, она там всех любит. Я никого не люблю. Потому что я космический человек. А космический человек имеет в своем сердце, сердце матери нашей Вселенной, любимой Дхармы. И поэтому благодаря этому сердцу любит всех и все. Плохое и хорошее. А вы свое сердце лечите, кардиолог. Оно у меня не болит. Понятно? Потому что у меня сердце любимой Дхармы. А у вас что? Опять колбаса? Ну, извините. Земные существа. Дальше. Земной человек. Земной человек стремится к получению радости и счастья. Земной человек. Космический человек. Космический человек имеет проявление через себя, через свое сердце. Ать-йогу. Которая пробуждает в человеке божественность. И божественное счастье, и божественную любовь. Ать-йогу. А стремление земного человека к счастью, к радости и прочее. Это иллюзия. Которая временно существует и скоро пройдет. А вот если через вас идет Ать-йога. Кто не знает, что такое Ать-йога. Это высочайшее божество. Сейчас мать святая Ать-йога породила Амину, дочку. И Амина, дочка, разворачивает сейчас третий эволюционный процесс с Бахни и Новый мир. Так вот, Амина сейчас проявляется через меня, через многих людей. Будете призывать. Она будет Амина. Это высочайшая Ать-йога. Дочка святой Ать-йога. И вот это будет изнутри давать вам радость и счастье. Колбаса земного происхождения, радость и счастье не получат. Ну вот стремиться к этому, стремитесь. Я живу в радости, в счастье, в свободе, в великое состояние. Нет проблем. Ни моя собственная смерть, ни смерть моих близких, ни смерть всего человечества не замутнит мне разум. И не изменит моё состояние счастья, радости и субботы. Потому что есть масса миров, разные процессы. Человек, который умирает тухой сейчас, он переходит в другое состояние. Тут не был готов, там не был готов, дальше не был готов, дальше был вздох. Какая радость. Смысл, понятно? Отсутствие здесь готовности. Я же сказал, что Божеству, чтобы продлиться вот здесь, в нашем теле, в материальном мире, проходят 100 тысяч испытаний, если получают допуск. И где вы это Божество? Где вы проявляете это Божество? Если ходите колбасой, всё прикидываетесь. По аптекам и прочим. Позор просто. Вы портите возможность проявления этому Божеству в нашем материальном мире. Моя задача помочь не вам, а вашему Божеству, который проявляется через вашу колбасу, чтобы проявилась в этом мире. И тогда такое Божество, такой человек становится космическим человеком. Я думаю, что скоро сжатло поможет нам в этом освобождении. Какие-то вопросы? Да. Вопрос. Как использовать имена, которые мы получаем? Братья используют как? Взялте наколку себе. На лбу. Раз посмотрите, взял. Во! Опять Божество пришло ко мне. Видите, у вас цели нет, фантазии нет, воображения нет. Тяжеловато вам живётся. Подумайте, проанализируйте, как это всё. Дело в том, что... Ну, понимаете, даже у бандитов, там, мафии и прочих там, воры в законе имеют клички. Во всех структурах существуют калькухи всякие, понимаете? А здесь к вам Божества идут, а вы не знаете, калькуху используете. Как калькуху используете? Я говорю тебе, Ваня, иди сюда. Какой Ваня? Я хрень инопланетная там. Процесс пошёл. Понятно, Ваня, я всё понял. Больше я, значит... Понятно? Ну, поиграйте, подурачьтесь. Что вы такие все, ну, отмороженные? Дальше. Звёзды влияют, управляют земными людьми, а космические люди влияют на звёзды. Определитесь. Сейчас я что сказал? Вот когда я зову, обращаюсь к Ване. А он там говорит, какой Ваня-то? Всё, я понимаю, что он уже со звёздами взаимодействует. Уже, конечно, естественно, он у нас, Светочка представляет большую медведицу. Представляете, да? Я там начинаю что-то говорить, да? Какая Светочка. А ну иди сюда, хрень какая-то. Понял? Процесс пошёл. Понимаете? Большая медведица, она создаёт нашу всю материальную жизнь. Большая медведица. Это принтер. И вот перед нами сидит представитель этого принтера, Светочка, сидит. Светочка, ну прояви как-то свой принтер. Ну ладно, свой там нижний проявить не можешь. Ну хоть парфологически прояви как-то, но... То есть высочайшая карта, что вы знали в Таро, это суд. Потурачьтесь хотя бы. Будьте как дети. Видите, как броня такие серьёзные вещи рассказывает, аж самому неприятно. А вообще надо дурачиться, смеяться, шутить. Вот только при этом ещё лучше будет происходить раскрытие всех этих процессов. Дальше. Дальше. Второй пункт. Ну, я бы так сказал, что человек зависит от своих каких-то бытовых условий. Некой бытовухи. Космический человек живёт по принципу, землю копать надо до самого неба. Есть разница? Вот вы что-то делаете, там ложку даже кладёте. Вот я смотрю, многие приходят, люди общаются. Взял стул, посидел, ушёл, бросил стул. Я потом вместо него подправляю, ставлю его на место. Не копая до самого неба. Даже до стула не доползай в своей заднице. Ты вот здесь взял, ты сюда поставь. Организуй. Потому что если беспорядок, то это негативная энергия. Понимаете? Я это всеми фибрами чувствую и в итоге стараюсь выставлять, убирать. Конечно, хочешь и хочешь мы всегда создаём хаос, гармонию, хаос, гармонию. Но хаос легко создать, гармонию всё сложнее. И уходишь, рассмотри, поставь, сделай, организуй. Понимаете? Понимаете? Я тоже делаю много всякого хаоса. Но надо находить время, момент, раз, прибрать, убрать, навести порядок и так далее. Это очень важно. Поэтому древние мудрецы давно сказали, землю копать надо до самого неба. Потому что небо – это цели, а земля – это фундамент, основа, потенциальные грандиозные возможности. Понимаете? Когда я говорил, что космический человек, он выстраивает семь уровней в небо, семь уровней этого сожжения, семь уровней в землю. Представьте себе объём пространства, в котором ты должен жить. Кстати, хочу заметить, когда мы делаем диагностику медицинскую, смотрим в трёх пространствах, у большинства людей маленькие пространства, меньше среднего, это о чём говорит? Он не умеет фантазировать, мечтать, накачивать пространство. То есть я постоянно оформиваю какие-то идеи. То есть я накачиваю бардопространство, у меня огромное бардопространство, проектирую там всякие моменты в жизни, постоянно много чего. Меня даже успокаивают тут мои некоторые родственники. Броник говорит, давай, успокойся, отдохни, хватит тут с лопатой передать махать, тут что-то строить, ломать, делать и прочее. Ну, бляж, поспи, успокойся. Да я в гробу не успокоюсь, всё равно буду тоже проектировать, создавать, делать и так далее. То есть люди не понимают, что мечтая о чём-то, порождая идеи, ты увеличишь бардопространство. Проектируешь какие-то моменты, я к некоторым моментам иду всю жизнь. То есть эта идея, проект, она живёт множество лет. Я сейчас позже буду говорить о некоторых вещах. Проект «Потолок» связан с перемещением пространства. Ну, я к этому проекту иду несколько тысячелетий в своей жизни. Несколько тысячелетий. И уже подхожу всё ближе и ближе к этому моменту. То есть будет момент в каком-то ближайшем страшном будущем, когда пространство будет нарушаться. Пространство Земли, космоса, Солнечной системы и прочее. Поэтому существует такое понятие «живые корабли». То есть на планете Земля существуют, как бы так скажем, семьяки точек на Земле для сохранения устойчивости данного пространства. Вокруг живых кораблей всё двигается, а они стоят в пространстве на месте. Это вам так кажется, что вот мы на месте стоим, а всё двигается. Не, дорогие, всё наоборот. Мы стоим на месте. Наша вот эта я-идивидуальность, изначальная, божественная, стоит на месте. Останавливается и двигается. Я готовлю из наших детей, молодёжи, будущих членов этих космических кораблей. Свою дочку Леночку, вот здесь, на этом месте, я её отправлял на один из космических кораблей. И там те космонавты, которые там находятся, они даже аплодировали нам, аплодировали. А таких много будет детей перемещены туда. Это космические люди. Это космические люди. Ну, индивид, личность и так далее. По сути дела, космический человек – это три дракона. В тибетской мудрости, могу показать атласы бескомиссии, я часто показываю. Там показано, что женщина – это три хвоста дракона. Мужчина – три головы дракона. Ребёнок – три сердца дракона. Вместе мужчина и женщина – это три дракона. Откуда эти драконы берутся? Дело в том, что у нас существует три червяка в организме. Допустим, желудочный и кишечный тракт. Это некий червяк такой. Опять же, состоящий из семи уровней. Желудочный и кишечный тракт. Канал Шусу у нас существует. С Ида и Пингалы два тока таких существуют. И связан с чакрами. Это тоже червяк такой, только тонкоматериальный червяк. Это вот материальный. А есть ещё информационный червяк. Связан с девятью точками на голове. Есть костные каналы информационные через человека. Это тоже некий червяк. И вот эти червяки должны превратиться в итоге, трансформироваться в драконов. Один дракон, второй дракон, третий дракон. Это всё вы. Ваш организм. То есть можно сказать, что вот это у нас один дракон, второй дракон, третий дракон. А человек считает себя личностью. Что за личность, непонятно там. Хотя я же говорил, что мы состоим из массу объектов. В существе тибетской медицины «Голубой перил». Там показывают, что человек состоит из каких-то растений, из каких-то духов, из каких-то демонов. То есть мы с вами скопище всякого такого дерева, что не дай Бог. Понимаете? Ну, во-первых, не знаем, во-вторых, не умеем этим пользоваться. А это охранная сила. Вот дракон – это тот, который знает и владеет этой силой, которая в него заложена. Сейчас я ещё некоторые вещи вам приоткрою. Например, человек не знает, что надо делать для духовного пробуждения и развития. Земля человек не знает. Космический человек знает, что надо делать. Как я показывал, рождение в теле, произвести рождение в теле. Там существуют этапы определённые, я могу объяснить. Рождение в сверхсознании, рождение в сознании. Пробуждение истинной своей божественной природы. То есть как это понять? Так, Ваня, вытарь бы добро. Ну, вот это всё, пока это не всё. Истинной своей природы. Сейчас я открою кое-что. Вы понимаете, пробуждение, развитие своей духовной природы, надо не с тела человека, не с тонких тел, не плотных тел, там, срединых тел, а понять изначальную структуру человека. Сейчас я посмотрю, приоткрыть. Если рассмотреть структуру вот этого глаза, структуру этого глаза, как бы нырнуть туда внутрь, мы выходим на пиксель. Вот тут пиксель существует. Вы представляете себя этого пикселя. Внизу этого пикселя находится цветок. Укажу свой цветок. Цветок это образно объясняется, как некая флешка. Там информация есть о вас, о прошлом всём, о будущем, о настоящем. Там ничего добавить, убрать невозможно. Там уже всё есть. Как вот так. Вверху находится у вас программа «Космический человек». Это у каждого. Ну, не вся программа «Космического человека», а только пазл один, который нужно собрать вместе. Здесь находится я-индивидуальность. И не эта индивидуальность, что вы сейчас представляете, а связана с зелёным провидением. Это нужно ещё понять будет, прийти к этому. С другой стороны находится протоматрица, представляющая зелёное провидение. За спиной у вас находится почка жизни, связанная с древесной глобальной цивилизацией. Спереди находятся капли провидения. Там бывает какое-то количество. Пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто. Был паренёк, у которого было из Исраиля 300 капель. Одна капля может убить не только Вселенную, а зелёное провидение может убить. Целое провидение может погибнуть. Это потенциал, который находится у нас внутри. Любимой Дхармы этого нет. У каждого человека это есть. Это должно проявляться через этого наблюдателя. Ваше некое истинное Я. Через это истинное Я может проявляться и действовать на сознание, подсознание, сверхсознание и, естественно, окружающий мир. Вот что из себя представляет космический человек. Более того, если человек это будет осознавать, он может выйти через сердце на 33 неба, на 33 земли. Дальше выйти на духовного отца. А там пять высших божеств. Пять высших божеств. Выйти на духовную мать. Духовная мать. И также пять высших божеств. Вот это называется формирование духовного светильника. Ну и так далее. И это еще не все. Можно выйти на чашу храаля своего построения, своей индивидуальности. Вот эту часть можно раскрутить вот таким вот образом. Вот эта структура вся, я не буду еще рисовать, она вот здесь находится здесь. Здесь проявляется истинное божество, которое прошло 100 тысяч испытаний. Здесь возникает то есть духа, божества, целая структура, два кристалла сознания. В общем, тут 12 божеств. Подставка такая существует. Это и есть принцип чаши храаля. Чаши храаля никогда не было в виде тазика, рюликов, чашки, еще чего-то. Это принцип. Вот перед вами принцип, который раскрывает всю эту божественность, которая скрыта сейчас в настоящий момент. Вы открываете, значит, вы можете этим пользоваться, да? Вопрос. Что такое врата? Чем отличается 50 врат от 50 программ? Ну, программа это то, что внутри врат. А врата, ну, считайте, что это флешка некая, не знаю, канал какой-то. Выход на провайдера, не знаю, какой образ вам лучше подходит. То есть, есть интернет, вам нужно выйти в интернет, выходите на провайдера. Есть определенные условия для этого, понимаете? А уже через этот портал там, или не знаю, как назвать, через этого провайдера, вы можете уже получать или переправлять необходимую информацию. То есть, понятно. Так. Следующий момент. Уже рассказал тоже некая часть информации, а что за этим дальше? То есть, земной человек не знает, в чем в нем является некая основа. Оказывается... Ваня, давай еще раз. Схемку оставит и вытарит. Оказывается, значит, космический человек знает, что в нем есть три линии жизни. График развития возрастного качества личности у человека есть. Есть график кармической структуры. Это тоже можно выставлять, у нас есть эти графики, модели все. Три линии жизни – это связано с шестью видами энергии. Шесть видов энергии. Базовой энергии. Кстати, они приходят от центральной звезды Большой Медведицы, от кафы. И порождают внутри нас три линии жизни. Первая линия жизни – это развитие половой и родительской энергии. Половая энергия – янская, родительская, инская. Это первая линия жизни и два вида энергии. Они проничут все 15 тел у человека. Созревают трижды они созревают. Первая линия жизни – наиболее слабо созревают трижды. 16 – 25 лет, 30 – 45 лет и 50 – 70 лет. Ну, к сожалению, большинство людей, земные люди, не знают об этом. Вот мне сейчас 69 лет, сейчас идет созревание третий раз половой и родительской энергии. У меня в ближайшее время должна появиться осьминожка, как образец этого созревания. Вторая линия жизни – это энергия самовыражения – ян и подражание – инь. Созревает дважды – 30-45 лет и 50-70 лет. Это более сильные энергии. И третья линия жизни связана с защитной энергией – ян и питательной – инь. Созревает один раз – 50-70 лет. Ну, в данном цикле развития. Это все управляется большой медведицей. Это все управляется большой медведицей. Дальше. Графика развития возрастного качества личности. Это связано… Потому что это рассматривается цикл… Три цикла. От нуля до 54 лет. До 108 лет. И 162 года. Три цикла. Мы сейчас рассмотрим один цикл. От нуля до 54 лет. Тоже имею три этапа. Сначала закрытый. Этап развития открытый. Объединенный. Значит, рассматривается по 6 лет циклы эти. По 6 лет. Значит, до 6 лет. Программа разворачивается. Неразвитый ребенок. Или неразвитые животные. Потом программа. Развитые животные. Или ребенок. Программа. До 12. Человек-зверь. До 18 лет. С 12 до 18 лет. Ребенок должен рычать. По салатам всех. Туда-сюда. То есть вести себя агрессивно. В Европе запрещают слово агрессия. Зато разворачивают слово пидорас. На полную капюшку. Если он не агрессивен, значит он пидорас. Любят говорить голубой и так далее. Это уроды социальные. Он должен быть зверем. То есть если рассмотреть человека. Значит, до 6 лет у него развивается нижний центр. До 18-ти верхний центр. И через сердце происходит взаимодействие. Через сердце. То есть здесь развивается нижний центр. Здесь верхний. А тут сердце. Здесь также нижний центр. Верхний центр. Сердце. Здесь что у нас. От 18-ти до 24-х. Человек-жертва. Он должен приноситься в жертву семье, работе, друзьям. Там, в общем, пахать умеет. Потом идет человек-добытчик. От 18-ти до 30-ти лет. Потом человек-хозяин. До 36-ти лет. Это программа. Одна дополняет другую. Не значит, что эта программа прошла, ее больше нет. Это вот программа первая, самая ценная. То есть они вот так друг другу дополняют. Дополняют, дополняют. Ребенок должен или человек должен пройти правильный этап этого развития. Потом идет человек-знание. Человек-мах. Человек-святой. Это у нас 42, 48, 54. И так далее. И дальше идет цикл. То есть я уже перешел на второй круг развития. У меня 69 лет. Я знаю, что я должен делать в это время. Если вы не знаете, как проходить каждый этап, у меня все идет 5 баллов как часики. А если у вас этого не идет часики, пора часики выбросить вместе с вами. Ну это все просто. И кто вас тут вылечит? Кто тут у вас вылечит? Вы нарушаете эту систему? Да никто. В мусор сбросить и все. Вот такие дела. Я предполагаю пройти 162 года и перейти в новое качество. Понятно? Посмотрим. Жизнь покажет, как я буду проходить дистанцию. Я вам об этом говорю. Вот кто из вас доживет, узнает. То есть принципиально понятно? График, кармические структуры. Там более сложно объяснять. Надо просто вам график выставить, чтобы посмотрели, узнали, изучали. Это земной человек ничего не знает, а космический знает и использует. Поэтому будьте космическим. Так, двадцать второй пункт. Нет, двадцать восьмой пункт. Значит, земной человек использует очень примитивный инструмент в своей жизни. Космический человек использует психокомпьютер, человеческий интернет, пятнадцать материи, туманы, пески специальные, ситхов, пожирателей. А вы земные таракашки-пукашки, ложечки, бабочки используете, бабки используете, машинки, прокладки, там что еще, памперсы, что вы еще используете. Принтеры там, что вы используете. И сравните, кто на что учился, понимаете? Дальше. Значит, земной человек имеет ограниченный уровень осознанности. Космический человек имеет пять форм сознания Буд на основе одиннадцать точек сборки. Если вам это не знакомо, ну, что делать? Посмотрите, вы работаете. Земной человек не знает, что такое молитва сердца. Тридцатый пункт. Космический человек живет на основе молитвы сердца. Я же вам сказал, что у меня сердце какое? Любимые тхармы. А у вас какое сердце? От мамы и от папы? Высок недоразвитого мяса? Ну, извините, кто на что ориентирован. А у меня там еще находится в этом сердце, сердце еще многих божеств, ну скажу, более высокие здесь находится у меня сердце, проявляется через меня сердце матери снежного мира, матери эолы сердце проявляется. Ну, еще там есть кое-кто. Вот это и есть молитва сердца. Когда оно через вас проявляется, стучись по дереву, все откроется. Уже знать об этом, призывать, и оно будет проявляться. Это все атийога. У меня есть сердце атийоги, матери святой атийоги. А у вас еще сердце? Ну, у них так искусственное. Там одному проходимцу-миллиардеру, там, семь, как-то, сердце меняли, там, что-то меняли. Ну, что-то не помогло дебилу, ну. Что-то не помогло. Ну, посмотрим. Дальше едем. Ну, земной человек не знает ценности, что такое древо жизни, к сожалению. Хотя это есть основа всего. Космический человек живет только ради этой ценности древа жизни. Я вот живу только ради древа жизни. Их много древ. Есть родовое древо. Это связано с индивидом. Значит, древо, скажем, нашего племени, расы можно назвать. Национальное древо. Космическое древо. Космическое древо бога Шивы, бога Брамы, бога Вишну, бога владыки явления. Древо любимой Дхармы есть. Древо зеленого провидения есть. Есть высшее древо, несущее основание. Всечайшее. И так далее. Если это знать, это очень ценно. Эти силы будут проявляться через вас. Дальше. Последний, тридцать второй пункт. Земной человек в настоящее время находится в процессе времени перемен, перехода в новые качества. Зависит от многих обстоятельств, к которым необходимо быть готовым. Ну, земные люди к этому не готовы. Космический человек знает, что происходит. Появился и проявляется, разворачивается новый космос, новый мир, желтый, так называемый треугольник, черная роза и много чего еще. Космический человек участвует в этом процессе. Я участвую в этом процессе. И работаю в этом процессе. И у нас есть ряд специалистов, которые тоже с этим работают, участвуют, знают, понимают. Вот я привел 32 момента вам, которые можете сравнить, посмотреть. Вписывайтесь в эту реальность, не вписывайтесь и так далее. И последнее, короткое, но это тоже можно будет. Там Игорь, кто там у нас есть, ребята. Выставить надо космическая психология человека в новом мире. Схемку. Нам кое-что расписано, надо прочитать. Это более глобальная тема, к чему ведет наш ноосферный мир. Космические процессы, к чему идет. Ну, если сравнить с нашей схемкой, существующей формой голограммы, тут тоже форма голограммы обозначена. Первый объект внизу. Сознается единое суперсознание человеческого ресурса. То есть появляется сейчас, формируется божество человеческого ресурса. То, что я рисовал наших индивидуумов. Дальше. Второй объект вверху, вспомните, кто помнит формулы голограммы. Разворачивается уже в начальном этапе проект потолок. Перемещение пространства. Кто не будет готов к этому, конечно, все погибнут. То есть это не от меня зависит. Это идет, скажем, внутри нашей вселенной такая переорганизация. Дальше. Третий объект, естественно, реформулы голограммы. Идет построение единого техногенного планетарного суперсознания. То есть технические средства будут превращены в единую высокоразумную субстанцию. Не киборги там, не искусственный интеллект, а это будет вообще нечто совершенно новое. Разумная субстанция на Земле. А киборги, там всякие роботы, биороботы, это будет просто как бы новый вид животных. Так можно образом сказать. Дальше. Идет формирование информационных процессов единой разумной глобальной субстанции. То есть сама информация будет определенным образом организовываться. Как разумная субстанция влияет на все процессы. Дальше. Ну, идет планетарное, ноосферное высокоразумное построение. Переорганизация идет. То есть сейчас она лояльно влияет, как там подсовывает нам коронавирус, там еще какие-то заболевания, процессы как бы влияют на какие-то процессы. А скоро она будет высокоразумно влиять на очень многие процессы сама ноосфера. Дальше. В общем, будет формироваться, как я говорил вам, рисовал здесь схемку, некая единая яйцоклетка на Земле космических людей. некая неообщина такая высокоразумная. В центре здесь указано, что… В общем, почитайте внимательно, посмотрите. Все вообще это идет для глобального организации программы космических человеков. То есть, чтобы эти файлы все от людей собрались в единую систему, под эту задачу уже пришел объект. Он находится в Солнечной системе, который представляет всю эту программу, где будут собирать все эти пазлы. Уже пришел такой объект. От пустоты. К любимой Харме и в нашу Солнечную систему. Мы уже общались с ним. В общем, вот такой процесс идет. И нам от этого не уйти, не убежать никуда, а надо суметь вписаться в это будущее. Это очень сложно, непросто. И моя задача была и есть вот именно помогать, готовить людям вписаться в это будущее. Какие вопросы есть? Вопрос. Правильно ли я понимаю, что осьминожка будет помогать создавать наосферную психологию? Нет, неправильно. Создавать наосферную психологию мы должны с вами. А осьминожка – это такое божество, такой объект, я не побоюсь сказать, внутри которого находятся наши Вселенные, 10 Вселенных наших, наше зеленое проведение внутри осьминожки, находятся все 26 проведения. Это очень глобальная субстанция, которая растет, но все находится уже в нем внутрь. Такое дело, что мы, если будем самодействовать с осьминожкой, для нас на определенном этапе – это определенная сфера защиты. Я бы так грубо сказал, как спасательный круг. В процессе вот этих глобальных трансформаций. Сейчас этот осьминожка, за мной стоит мать осьминожка, отец осьминожка и сама осьминожка. Мы сейчас недавно проводили со мной работу. Я ему показывал свои тонкие тела, плотные, срединные тела, связи, структуры. Для него это нечто новое. То есть он еще адаптируется во мне. Потом будет в других людях адаптируется, в третьих, пятых, десятых. И будет выстроена приемная сфера защиты нам. Но об этом еще поговорим с вами. Это очень непростая сложная тема, но перспектива у нас с вами очень большая. Постарайтесь вписаться в это будущее. Конечно, даже не сложно. Я понимаю, как вам сложно. Но другого пути нет. Я, с моей стороны, рад всячески вам помогать, подсказывать, говорить. Работают еще до сих пор определенные силы, не активные. На днях я проводил определенную операцию с определенными божествами у любимой Хармы. Они не выдержали, не сдали экзамен. Я пригласил богиню Новый мир. И в присутствии нашей всейной любимой Хармы разбирали данную ситуацию. И богиня Новый мир предложила этих божеств убрать. Заменить на новых. Потому что они не вписываются. Для нашей всейной любимой Хармы это как палец отрезать. Это очень сложно и плохо. Но она пошла на это, дала добро, покинула мир, убрала старых божеств, заменила на новых. Но сейчас вот наша Вселенная любимая Харма, она, конечно, после этой ситуации в тяжелом состоянии. Но другого пути нет. Даже у нее надо делать различные трансформации процесса. Потому что эти старые божества, которых еще придется тоже убирать, заменять и прочее. Ну, это как детали машины. Если деталь испортилась, она будет очень важная, но надо менять, иначе механизм работает. Понимаете, да? Ну, вот есть такие моменты. По-моему, трудно это понять, представить, но такое существует. Это задача наших космических детей, людей. Вот так участвовать, будете участвовать, тысячи людей так участвуют, будут работать. И помогать божествам в глобальном космическом процессе трансформации. Это наша с вами миссия людей. И дай Бог, чтобы мы с вами вышли на этот уровень и оправдали свое предназначение. На этом спасибо за внимание. Всего доброго, до встречи. До свидания.